Задача самая актуальная это закончить сертификацию гостиниц, которые имеют номерной фонд более 50 номеров. У нас 1 июля стекает срок, который установлен в федерации по сертификации такого формата гостиниц. Поэтому задача такая основная по нашим объектам. Вторая задача это к сезону навести порядок с дорогами, с инфраструктурой. У нас в программе ремонта дорог эти объекты заложены, поэтому сейчас идем к графике, надеемся, что все успеем и все будет выполнено. Далее это продолжить процесс поддержки и развития инфраструктуры, в том числе субсидия, в том числе гранты на лучшие проекты. Далее это установка дополнительной навигации на объектах туристического показа. Ну и конечно это активное участие в выставках, активные встречи с предпринимателями, с бизнесменами. И у нас одна из ключевых задач это подготовка персонала для индустрии гостеприимства. У нас есть колледж, который был передан Министерству туризма. У нас буквально, я думаю, в течение нескольких месяцев должен быть сформирован пакет предложений по развитию этого учреждения. Мы хотели привлечь бизнес-сообщество к созданию такого нового имиджа и нового формата образования. И для того, чтобы вот этот вот учебный центр, он сегодня является учреждением среднего профессионального образования, чтобы вот этот учебный центр переросил в такую хорошую настоящую кузницу кадров. Мы планируем еще довести, так сказать, дополнительные несколько автомагистралей до Конаковского района. У нас сейчас прорабатывается на федеральном уровне транспортная хорда от Ярославля, так сказать, в сторону Конакова и далее на трассу М-11. Также запланировано строительство двухуровневой развязки на трассу М-10, чтобы можно было с трассы М-11 добираться. Ну и, конечно, развитие инфраструктуры. У нас традиционно данное место является уже местом проведения форума «Реки России». В этом году также в июле месяце планируется проведение форума. Будем ожидать высоких гостей. Надеюсь, это будет интересное и содержательное мероприятие.